Праведник И сокращаются, когда лицо Поворачивается к окну Против него Совсем затуманиваясь В густой тьме Помещается его собеседник Последнего совсем не было бы заметно Если бы он По временам в пылу горячего разговора Не приближал Своей головы к полосе Лунного света И тогда на его лице Можно прочесть Ужас и негодование Он изредка Вставляет свои замечания и вопросы Речь же другого Тихая, монотонная Льется, как дождик в пасмурный Осенний день И хотя вы исходите Весь мир, не найдете Ни добра, ни справедливости Поверьте Сорок лет Сорок лет ищу ее подлую Шарю по целому свету И нет ни одного справедливого человека Да-с На что народ? Народ-то наш православный И то На Медне, говорю я, Афимии Что через крыльцо у Акцизного живет Эй, говорю Афиния Не по-хорошему живешь Солдат-то, что каждый вечер ходит на кухню Не муж ведь, чай, а? А ведь это грех Уймись ты, говорю Афимия Брось солдата, живи по-хорошему Так что же вы думали? Возьми она, да расскажи это своему хахалю Встречает он меня в переулке К вечерине шел и шепчет Ты, говорит барин Того Афимии не пой А то я тебе, говорит Такое пение пропишу Что как по нотам Да кулачищем на меня Кулачищем Известно Необразованность Вздыхает хозяин Какое? А выше-то лучше Машет рукой оратор Один грех Дело тоже такое вышло на днях Сидим мы у Перепойкина Пьем чай Был и Трухтанов Знаете, что опекуном Карпычинскими сиротами Назначили, да? Уж не знаю, как он там И кого опекает А только думаю себе Дело-то такое Соблазнительное До греха рукой подать А ежели что То сирот жалко Ежели То есть Не по правде И говорю я ему При всех Чтобы чувствительное было И чтоб понял он Что я по правде Вот Говорю Плекарп Семенович Упредить тебя я хочу Оно Конечно Ты может И честный человек Только не делай ты этого И сироток Пожалей Жалко ведь Махонькие он И так я это хорошо сказал Что сам прослезился А он Понимаете Вскакивает Да на меня Это говорит что За намеки глупые И никаких Говорю намеков Скромно я ему отвечаю Нет А плоть слаба Опять же Махонькие А ежели ты Говорю Пылишь И дымишь С первого слова Так это Что-то подозрительное Нет Да ему Без огня Не успел я этого Представьте Сказать Как он Меня ручищей Заворотник Да Оппал Это За мою Правильность Тут Шум Конечно Все Повскочили А я Поднялся С полу Отряхнулся Взял шапку И говорю С христианским Смирением Бог тебя Простит Поликарп Семенович Только вижу Я Теперь Что подлец Ты Первостатейный И сироток То уж Без сомнения Обидишь Коли меня Обидел Теперь Слышь В суд на меня Подает За оскорбление Словами А какое тут Оскорбление Одно Назидание В коморке Наступает Мертвая Тишина Слушатель Безус Безус Это Это Купцы Магу Горько Рассказчик Наконец Безус Подвижные Отца Посмотрели А потом И проклинали Дочку Что греха Таить Не сладко Ей было У вас Сами вы И денег Куча А живете В какой-то Собачьей Будке Она же Девица Молодая Ей жить Хочется Ну театры Конфетки И все Такое А какие У вас Конфетки Ничего Такого Нет У вас И живете Вы Бабылем Сейчас И никто Вам глаз Не закроет Ежели Что Хозяин Сначала Удивленно Прислушивается К словам Фомы Еремыча Но потом Вдруг Бледнеет От злости И начинает Кричать Позвольте Что ж Это такое Как это Вы мне Да это Вас не касается Мои семейные Отношения Они мои И есть А вы Вы зачем же Мешаетесь И такие слова Нет Вы позвольте Скакивать с места Фома Еремыч Его нельзя узнать Он Преобразился Глаза у него Уже не мутные А грозные Сверкающие Он делается Выше ростом И Указательным Палец его Твердо И значительно Устремляется На хозяина Как боевой Конь При звуке трубы Он выпрямляется При одном намеке На когда-то И кем-то Совершенную Несправедливость Не важно где Вы мне Позвольте Я долго молчал Полагал Может Одумайтесь А оно вот что Проклял Это по правде А тебя бы Старого дурака Проклясть Ты бы что Запел Она девица Молодая Ей Конфекты Дальше Он начинает Хрипеть Потому что Рука хозяина Схватывает Его за ворот А Так ты Меня же И упрекаешь Я Может Страдал Как в аду Два года А ты Конфекты Я тебе Дам Конфекты Не сметь Уходи Пока я не Расшатался Плохо будет И не смей Никогда Ко мне Ходить С такими словами Уходи Через минуту Фомай Орёмыч Еще более похудевший И печальный Шагает по улице По впадинам Над глазами Сверкают По слезинке И губы Дрожат От недавней Обиды Он бросает Взгляд На Залитую Холодным Лунным Светом Улицу На Прозрачное Звездное Небо И шепчет Сокрушенно Такой Широкий Мир И так Мало Правды Даже Странно